вот столько всем привет вы смотрите передачу по кашуари в которую веду так вот волею судеб я меня зовут виталик так и должно быть потому что я придумал этот канал я его и виду короче вот так объяснился перед вами сегодня снова десерта я люблю десерты поэтому я сегодня получаю истинное удовольствие от съемок этого видео покажу вам как приготовить и клеры причем и клерой с двумя видами начинок я сделаю два крема один классический заварной а второй крем будет белковый который я в общем то немножко больше люблю сегодня у этого выпуска классный спонсор я очень люблю профессионалов своего дела и когда профессиональный повар особенно повар работающий в ресторане самого джемми оливера заводит свой канал и просит меня рассказать о его канале я просто не могу отказать я говорю про канал который ведет макс малки именно он работает профессиональным поваром у него свой канал который называется рецепты от адая снимает он рецепты для души для себя ну и для вас конечно же ссылка на канал макса будет под видео переходите смотрите его рецепты смотрите его другие видео если понравится подписывайтесь тесто для эклеров это классическое заварное тесто для него надо вот что мы возьмем 100 грамм муки 75 грамм сливочного масла 3 яйца 200 миллилитров водички надо еще нужно сахар и соль по четверти чайной ложки немножечко так теперь что надо для крема как я говорил меня будет два крема это заварной и белковой мы возьмем 5 яиц как раз для заварного крема нам потребуется 5 желтков а для белкового 5 белков так вот мы израсходуем яйца полностью сейчас я рассказываю про ингредиенты белкового крема вот мы еще возьмем сахарную пудру где-то четверть стакана и немножечко лимонной кислоты буквально так вот ну 1 восьмая чайной ложки давайте так считать заварной крем как я и говорил ранее 5 желтков 200 миллилитров молока это наша корова и мы ее даем понял 100 грамм обычного сахара 30 грамм крахмала у меня обычный картофель и чайная ложка ванильного сахара так для аромату вы конечно же какие эклеры без глазури давайте расскажу вам совершенно простейшую глазурь которая прекрасно подойдет если у вас есть шоколад можно взять просто шоколад добавить туда сливочного масла растопить на водяной бане и получится прекрасная глазу а если нет шоколада есть к примеру какао порошок как у меня в данном случае то тоже можно сделать классную простую глазурь опять нам нужна сахарная пудра мы возьмем 100 грамм сахарной пудры сливочного масла две-три столовые ложки какао порошка еще немножко молока буквально пять-шесть столовых ложек ну что давайте начнем готовить итак для начала мы сделаем тесто и сделаем сами эклерчики сначала масло вместе с водой складываем в какой-нибудь сотейничек включаем комфорку и растапливаем масло добавляем соль доводим до кипения и постоянно помешивая добавляем потихонечку муку надо энергично все мешать до тех пор пока тесто не начнет отходить от стеночек и переходить к следующему этапу тесто перекладываю в какую-нибудь миску и остужаем примерно до температуры тела мы в тесто будем добавлять яйца поэтому остудить это важно чтобы яйца у нас просто ну не сварились сразу яйца можно просто по одному добавлять в тесто постепенно вмешивая либо взбить яйца отдельно и постепенно вот эту взбитую массу добавлять к тесту мне нравится больше второй вариант потому что так яйца легче вмешиваются в тесто соответственно яйца надо вбить в какую-нибудь мисочку и миксером немножечко все это дело взбить теперь возвращаемся к тесту добавляем по одной-две столовые ложки вот этой вот яичной массы постоянно помешивая тесто со временем тесто станет гладкое и однородное разогреваем духовку до 180 190 градусов и готовимся к отсаживанию теста противень надо застелить пергаментной бумагой или силиконовым ковриком конечно удобнее всего отсаживать тесто с помощью кондитерского мешка но даже если у вас кондитерского мешка нету то можно и ложечкой аккуратненько выложить в общем с помощью кондитерского мешка или ложки делаем такие сосисочки из теста на противень их вот так вот выдавливаем ставим выпекаться в духовку примерно на 20-25 минут как всегда советую ориентироваться не на время а на цвет выпечки друзья когда золотятся наши перчики значит они готовы даем остыть этим получившимся красивым булочкам теперь займемся начинкой сделаем кремчики яйца разделяем на белки и желтки повторю что белки мы используем для белкового крема который лично мне больше нравятся а желтки мы используем для классического эклерново заварного крема сначала сделаем заварной крем все-таки классика в миске растираем желтки 3 столовые ложечки молока и весь крахмал остальное молоко наливаем в сотейник добавляем туда сахар и ванильный сахар и ставим нагреваться а если быть точнее то до кипения доводим когда молоко закипело надо примерно половину стаканчика горячего кипящего молока добавить к желткам постоянно помешивая затем вот эту желтковую массу добавляем к оставшемуся кипящему молоку хорошо помешивая доводим до кипения варим всего одну минутку снимаем с огня и ставим остужать у нас осталось пять белков делаем белковый кремчик чтобы белки лучше взбивались им желательно дать нагреться до комнатной температуры в общем ладно с помощью миксера друзья взбиваем белки сначала на небольшой скорости до того состояния пока белки у нас не побелеют когда они у нас побелели и стали немножко такие пышные можно добавить сахарную пудру и лимонную кислоту и включить на максимальную скорость и взбиваем белки до жестких пиков можно сделать шоколадный например белковый крем добавив туда немножко какао белковый крем в принципе готов его желательно сразу использовать сразу напихать в наши эклеры как вы поняли сейчас настал этап как раз запихивания наших кремов в эклеры делайте это с помощью ложки с помощью кондитерского мешка или шприца в общем как угодно напихайте крем внутрь булочек ну и самый последний раз последний раз последний раз этап это приготовление глазури надо все-таки во что-нибудь обмакнуть эклерчики мы сделаем шоколадную глазурь надо разогреть 5-6 столовых ложек молока и размягчить сливочное масло это можно сделать в микроволновке смешиваем какао-порошок и сахарную пудру смешать сливочное масло молоко и какао-порошок с сахарной пудрой в одной емкости все хорошенько перетереть и получится глазурь вот и все согласитесь что эклеры дома сделать не так-то сложно на самом деле особенно с инструкцией по кашеварим ставьте лайк если тоже так думаете вот такие эклерчики получилось у меня здесь всего пять штучек для кадра на самом деле конечно больше вот тут вот везде короче эклеры вот столько вот давайте попробуем что получилось достаточно тяжеленькие их надо остудить конечно в холодильник закинуть тогда они будут вообще классные а так вот пробуем режиме онлайн смотрите вкусненько эклеры что там говорить мне заварным кремом попался эклеры это вкусно короче повторяйте рецепт на мой взгляд очень понятный я надеюсь он вам пригодится всем огромное спасибо что посмотрели этот выпуск я надеюсь он вам был полезен если вам был полезен то поставьте лайк и мне чертовски приятно видеть ваши пальцы вверх с вами была передача по кашеварим всем пока и до новых встреч а 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